Мы продолжаем и только что мы получили заявление главы ДНР Александра Захарченко о безусловном прекращении огня в ночь с 14 на 15 сентября. Украинская сторона уже третий год ведет конфликт на нашей территории и третий год демонстрирует нежелание абсолютно решать эту проблему мирным путем. Это касается и минских переговоров как таковых, и неоднократного объявления о том, что с какого-то числа, допустим, последнее объявление Петра Алексеевича Порошенко, это было с 1 сентября, с 0 часов прекращение полностью введения любых боевых действий. К сожалению, это было заявление голословно, мы увидели прекрасно, что буквально 2-го начались опять массовые обстрелы нашей территории со стороны украинских военнослужащих. Со своей стороны хочу заметить, что мы до конца придерживаемся минских договоренностей, мы видим только одно решение, решение это мирным путем, и площадка это Минск, других вариантов я просто не вижу. Мы можем объявить, что в ночь с 14 с 0 часов на 15 прекратить любые обстрелы территории, вообще введение любых боевых действий, и призываю украинскую сторону к этому отнести серьезно, и на деле показать, что не готовы это делать, а не декларативно заявлять. Необходимые указы и распоряжения мои отданы, все войска и подразделения к этому моменту соответствующие распоряжения получат. И еще хочу обратить внимание, что пускай знают, что наши подразделения, военнослужащие армии Донецкой Народной Республики, это они воспринимают не за слабость, а за проявленную добрую волю. В случае нарушения украинской стороной режима прекращения огня, наше подразделение ответит адекватно. То есть мы не позволим безнаказанно продолжать обстреливать нашу территорию. Продолжение следует...